Ну что, может накормим их еще роликом про покемонов? Это уже четвертый ролик про них, может быть уже хватит. Не знаю почему, но мне даже немного стыдно, что после моего первого видео с хейтом покемонов я решил не мелочиться и выпустить четвертый ролик про всеми любимых покемонов. Но в свою защиту сразу скажу, что все-таки мои слова лишь критика в сторону игры, а не хейт, так как я действительно не понимаю, как можно было уделить столько внимания боевке, что безусловно здорово, и не уделить внимания больше вообще ничему. Внимание, лишь критика, не хейт. И так получилось, что я не могу пройти на 3DS даже Ring Between Worlds, так как остановиться на полпути и не собрать всех покемонов в Ультра Сан – преступление. А посему, после такого нереального увлечения и вхождения в эту вселенную, мне пришла в голову мысль попробовать себя в чем-то новом и сделать ролик про историю настолько до ужаса популярной серии, за критику которой получил интересное соотношение лайков и дизлайков. Поэтому присаживайтесь поудобнее, доставайте свои покеболы и ягоды, а мы погнали! Покемон появился как две игры для портативной игровой системы Game Boy, созданной студией Game Freak в 1996 году. Существует легенда, что ее создатель, разработчик компьютерных игр Сатоси Тадзири, задумался над созданием игры, впоследствии получившей мировую популярность, так как сам любил коллекционировать различных жучков и хотел иметь возможность делиться ими с друзьями и устраивать целые бои. И так как он увлекался таким коллекционированием, то так и получилось придумать игру, где можно было развивать монстров и обмениваться ими с друзьями, чтобы собрать полную коллекцию. На создание игры у Тадзири ушло 6 лет. Создатель хотел выпустить нечто по-настоящему грандиозное. Игра, где изначально присутствовало 25 монстров, сначала называлась Capsule Monsters. Суть игры сводилась к подготовке монстров, обладающих разными сверхъестественными способностями к сражению с монстрами других игроков. Игра заканчивалась тогда, когда одна из команд покемонов побеждала другую. И покемоны это фантастические существа, каждая из которых обладает уникальными свойствами. Всех их объединяет способность эволюционировать и появляться из специальных шаров по воле владельца, покеболов. Думаю, это и так известный факт. Игра Capsule Monsters привлекла внимание Nintendo, японской компании, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей. Nintendo решила зарегистрировать название игры Capsule Monsters как торговую марку, однако столкнулась с проблемой, одноименная торговая марка уже была зарегистрирована. В итоге игра сначала была переименована в Capumon, потом в такое же название, но начиналось оно не на C, а на K, а затем в Pocket Monsters или просто Pokemon, как это теперь принято и известно. Новое название игры отсылало к одноименной популярной карточной игре в Японии. За всю историю ее существования было продано больше 21,5 миллиардов карточных наборов, поскольку к моменту выхода новой игры, Game Boy, портативная консоль, для которой была разработана игра, потерял свою бывалую популярность, но успех покемонов никто не рассчитывал. Тадзири был даже вынужден не платить своим работникам, помощь пришла с неожиданной стороны. Создателя покемонов поддержал японский геймдизайнер Сигеру Миамото, создатель таких серий, как Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Star Fox и другие. Именно Миамото помог Тадзири выпустить первые две игры про покемонов, Pocket Monsters Red и Pocket Monsters Green. В первых двух играх был 151 вид покемонов. За 20 лет вышло 8 поколений популярной игры, но я думаю пора поближе познакомиться с каждым поколением давно знакомых нам покемонов. Итак, первое поколение насчитывало в игре Red and Blue 151 вид покемонов, а действие происходило в вымышленном регионе Канта, Когда по мотивам игр вышло аниме, была разработана игра Pokemon Yellow, представляющая собой Red и Blue, более приближенные к аниме. На волне успеха предыдущих игр Nintendo выпустила Pokemon Stadium для игровой приставки Nintendo 64, где игроку нужно было участвовать в пошаговых сражениях по определенным правилам, выбрав команду покемонов. Доступно всего 42 вида из известных на тот момент 151. Имеется также возможность переносить покемонов из игры для геймбой, чтобы играть за них на Nintendo 64. Чуть позже появилась Pokemon Stadium 2, где, в отличие от предыдущей версии игры, был доступен 151 вид покемонов. Второе поколение вышло уже для геймбой Color. В Pokemon Gold and Silver с сиквели Red and Blue и Yellow было представлено множество нововведений, фигурировавших также в дальнейших играх серии. Например, смена дня и ночи в соответствии с реальным временем, разделение покемонов по полу, возможность разводить покемонов, сияющие покемоны, а также покегир, аппарат, совмещающий функции мобильного телефона, календаря, карты и радиоприемника, как бы глупо это ни звучало. Также увеличилось количество видов покемонов. Отныне количество покемонов стало равным 251. Действие Gold and Silver происходит в регионе Джотто. Также есть возможность посетить Канто. После выхода Gold and Silver увидела свет продолжения Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, о которой я уже рассказывал, и в Японии известные как Pokemon Stadium GC, в котором присутствуют все покемоны из Gold and Silver, а также Pokemon Crystal, расширенная и дополненная версия Gold and Silver. В Crystal впервые появились анимации покемонов во время боев, возможность играть за персонажа девочку, а также башни сражений, где можно поучаствовать в боях по определенным правилам. 21 ноября 2002 года вышли первые игры третьего поколения, Pokemon Rabi и Sapphire. Их действия происходят в регионе Хоуэн, который находится далеко от Канто и Джотто. Появились нововведения, 135 новых видов покемонов, всего в третьем поколении их 386. Возможность выращивать ягоды, конкурсы покемонов, битвы 2 на 2, раньше сражались только по одному покемону с каждой стороны. В марте 2004 года для приставки Nintendo GameCube была разработана Pokemon Colesium, первая японская ролевая игра по вселенной покемона на стационарной консоли. Вскоре начались продажи Pokemon Box Rabi и Sapphire, которые, строго говоря, игрой не являются, но с ее помощью можно хранить покемонов, пойманных в играх для Game Boy Advance на карте памяти от GameCube. В этом же году вышли Pokemon FireRed и LeafGreen, ремейки первых игр серии Pokemon Red и Pokemon Blue. FireRed и LeafGreen создавались на движке Rabi и Sapphire, и, следовательно, у них появились возможности многопользовательской игры с ними. В ремейках появились острова Севии, а также впервые в серии поддержка многопользовательской игры по беспроводному протоколу при помощи Game Boy Advance Wireless Adapter. В апреле 2005 года появилась игра Pokemon Emerald в дополнение к Rabi и Sapphire. Ее основное отличие – чуть расширенная сюжетная линия, анимация покемонов, как в Crystal, с этого момента она стала стандартом серии, а также новая локация – Край Битв, где происходят сражения по особым правилам в семи различных дисциплинах. Как и в FireRed и LeafGreen, Emerald поддерживала беспроводную связь. После выхода Emerald увидела свет игра Pokemon Gale of Darkness, продолжение Коллезиум. В апреле 2007 года состоялся релиз Pokemon Diamond Imperial для портативной системы Nintendo DS. Первых игр четвертого поколения. Здесь впервые в основной серии была задействована трехмерная графика, появилась возможность сражаться и меняться покемонами через интернет, а также 107 новых видов покемонов. Действие игры происходило в регионе Синна. В июне этого же года вышла первая игра по покемону на Nintendo Wii – Pokemon Battle Revolution, являющаяся идейным продолжением Pokemon Stadium и Pokemon Stadium 2. В апреле 2008 года появилась игра My Pokemon Ranch для WiiWare, служившая равно для того же, что и бокс, только для игр четвертого поколения. В марте 2009 года вышла Pokemon Platinum, улучшенная версия Diamond and Pearl. В ней были введены новые мини-игры, локации, а также Cry Beat, подобные тому, что в Emerald. В 2010 году вышли Pokemon HeartGold and SoulSilver – ремейки игр второго поколения, Gold and Silver для Nintendo DS. В комплект с HeartGold и SoulSilver входил Покеволкер – Шагомир, в память которого можно было загружать покемонов из игры. Чем больше врагов насчитывает Шагомир, тем больше опыта получает покемон, который загружен в него. 18 сентября 2010 года были изданы Pokemon Black and White – первые игры пятого поколения. Среди основных нововведений можно отметить 156 новых видов покемонов, смену времен года, бои Троенатра. Действия игр пятого поколения происходят в регионе Юнови, основанном, в отличие от предыдущих регионов, не на Японии, а на землях вокруг Нью-Йорка. В июле 2012 года в Японии вышли Pokemon Black 2 и Y2 – продолжение, как ни странно, Black and White. 8 января 2013 года Nintendo анонсировала игры шестого поколения для Nintendo 3DS – Pokemon X and Y. Вышли игры одновременно во всем мире в октябре 2013 года. В шестом поколении впервые представлен регион Kalos, основанный на Франции. Это первые игры, полностью выполненные в трехмерной графике. Было представлено множество нововведений во вселенную покемона и игровую механику. Волшебный тип покемонов, мега-эволюции, позволяющие покемону временно превращаться в сверхсильную форму, возможность сменять внешний вид и одежду своему игровому персонажу. Воздушные бои, где могут участвовать только покемоны, умеющие летать. Супер тренировка, позволяющая повышать покемону нужные характеристики. И Pokemon Ami – мини-игра, позволяющая игроку взаимодействовать со своими покемонами. 25 февраля 2016 года анонсировали игры седьмого поколения – Pokemon Sun and Moon для системы Nintendo 3DS. И в отличие от других игр основной линейки, различие версии игры состоит не только в эксклюзивных покемонах для каждой версии, но и в том, что Pokemon Sun действует в том же времени, какое установлено в системе Nintendo 3DS. А время в мире игры Pokemon Moon смещено на 12 часов назад. Игры вышли 18 ноября в Японию и США 23 ноября в Европе. Помимо новых покемонов ввели загадочных существ – ультра-чудовищ, обладающих мощной силой и представляющих угрозу для людей и покемонов. В игре вам предстоит путешествие по региону Алола, основанном на Гавайях. Некоторые покемоны приспособились к микроклимату этого региона и получили его региональный вид – Алола-форму. Также в Pokemon Ami внесли некоторые изменения, и в игре эта функция получила новое название – Pokemon Refresh. Была убрана функция с HM – Hidden Machine, и на ее замену пришел Pokerite. Покедексом в этой игре представлен Rotom Dex, он же Rotom Pokedex. Он делает больше, чем просто записывает информацию о покемонах. Rotom Dex показывает твое настоящее местоположение на нижнем экране консоли и оставляет подсказки на карте, основанные на беседах с другими персонажами. Также он позволяет использовать PokerFinder. Были введены Z-движения – мощные атаки, которые могут быть использованы в сражении только один раз. Появился новый формат сражений – Battle Royale, и были введены гипертренировки. Также в 2017 году вышли версии Ultra Sun и Ultra Moon, также для консолей 2DS и 3DS, которые совсем незначительно отличаются от оригиналов. Чуть измененный и доработанный сюжет, графику подтянули, хотя при битвах 2х2 игра умудряется нехило проседать даже на нью 3DS. Перед восьмым поколением покемонов расскажу о Let's Go Eevee и Let's Go Pikachu. Сюжет разворачивается в регионе Канта и включает в себя 151 вид оригинальных покемонов и их мегаформы из игр Pokemon X и Pokemon Y, и Pokemon Omega Rabi и Alpha Sapphire, а также Алольские формы из Pokemon Sun и Moon. В Let's Go Pikachu и Let's Go Eevee сохранены общие элементы игрового процесса основной серии – битвы с тренерами, неуправляемыми игроками и геймлидерами. Однако для поимки диких покемонов нужно будет бросить в них Покебол в механике с Pokemon Go, используя для этого контроллеры Joy-Con с помощью движения броска или нажатия кнопки и прицеливания, если контроля присоединен к консоли, или Покебол+. В зависимости от версии, в начале игры главный герой получит либо Пикачу, либо Иви, который будет сидеть у него на плече во время путешествий по региону Канта, что впервые появилось в Pokemon Yellow. И, к огромному сожалению, ни Пикачу, ни Иви, которые вам изначально были доступны, эволюционировать нельзя, только если вы поймаете заново. Пикачу или Иви будет вилять хвостом, когда игрок пройдет рядом со скрытыми предметами или подавать ему их сам. Компаньона можно одевать и причесывать. Игрок может выбрать и второго покемона-компаньона, как в Pokemon Heard Gold in Soul Silver, и даже ездить на крупных, как в Pokemon X and White или Pokemon Sun and Moon. В отличие от предыдущих частей, в новых играх дикие покемоны видимы игроку. В предыдущих частях они наподали на игрока в случайном порядке при ходьбе в высокой траве или пещерах, и игрок сам решает, подходить к покемону или нет. На боевом экране после этого появится покемон, кнопка для подкормки его усмиряющими ягодами и пиктограмма покебола, как в Pokemon Go. Собственно, отличий-то практически и нет. Дикие покемоны, в которых игрок может поймать сам в каждой из версий, разные. Например, Одиша, Сенширю и Гроулайта можно поймать только в версии с Пикачу. А Белл Спраута, Валикса и Мяута с Иви. Галар – место действия Pokemon Sword and Shield, которое вышло вот буквально недавно. А именно осенью нынешнего года на консоль все той же компании Nintendo Switch. Как и в предыдущем поколении, покемон имеет местные галарские формы, причем некоторые из них имеют свои эксклюзивные эволюционные формы. Отличий от Pokemon Ultra Sun and Moon очень мало, как и нововведений, главным из которых стали Dynamics формы покемонов, когда ваш монстрик увеличивается в размерах для непонятно чего на стадионах, которые вернули обратно в игру, так как в Sun and Moon, к сожалению, гиммов не было. И, конечно же, добавлен был псевдо-небольшой открытый мир, в котором в кустах и на открытых местностях можно встретить покемонов, на дорогах торговцев, а вот, к сожалению, в городах и лесах мир все такой же, закрепленный камерой в основном сбоку. По минимуму, больше одежды для персонажей, такие как толстовки, убранные одежки, как в Let's Go, для покемонов, хотя делать костюмчики для всех покемонов было бы слишком много, а именно 400, но по факту такое себе. Был также по максимуму прокачан онлайн, что для фанатов, видимо, и является главным приоритетом, чего, конечно же, мне никогда не понять, так как онлайн-составляющие игры я не люблю и не использую, тем более на прототиве. В отличие от Let's Go покемонов, поимка монстриков вернулась к более классической, а именно, ослать покемона, чтобы его поймать. Недостаточно просто кинуть мяч, хотя на лоу-левельных покемонов достаточно сделать и этого. В общем и целом, меч и щит, как было много раз сказано, чего особо нового не сделал, но и старое не сломал. И поговорим немного про побочные игры. Первым спин-оффом в серии игр стала Pokemon Trading Card Game для Game Boy Color, виртуальной версии коллекционной карточной игры по покемону. В 1999 году вышла Pokemon Snap для Nintendo 64, симулятор фотографа покемонов. Далее из побочных игр появилась Pokemon Pinball для Game Boy Color, вышедшая в июле 1999 года своеобразная вариация на тему пинболов, в которой была также возможность ловить покемонов и просматривать их данные в Покедексе. Чуть позже, в сентябре 2000 года, на прилавка появилась Pokemon Puzzle League, игра в жанре головоломки для Nintendo 64 с элементами позаимствованными из Тетриса. Помимо этого, для Nintendo 64 была издана Hey You Pikachu, в жанре тамагочи, где игрок должен был общаться с Пикачу при помощи специального микрофона, идущего в комплекте с игрой. В декабре 2000 года вышла Pokemon Puzzle Challenge для Game Boy Color, имеющая сходный геймплей с Puzzle League. В марте 2001 года появилось продолжение трейдинг-карт-гейм Pokemon Card GB2, JR Den Sanju, неизданное за пределами Японии. В августе 2003 года вышла Pokemon Pinball Rabi and Samphir, продолжение Pinball, в котором были задействованы покемоны из третьего поколения. В декабре 2003 года была издана Pokemon Channel, в которой были развиты некоторые идеи из Hey You Pikachu. Первой игрой серии для Nintendo DS стала Pokemon Dash в жанре гонок, вышедшая в 2005 году. Ровно через год вышла Pokemon Trocei в жанре головоломки, также для Nintendo DS. В сентябре 2006 года появилась Pokemon Mystery Dungeon, Red Rescue Team и Blue Rescue Team для Game Boy Advance и Nintendo DS, соответственно. Они относились к жанру рогалик, а являлись частью серии игр Mystery Dungeon. В октябре 2006 года вышла Pokemon Ranger, где игрок брал на себя роль рейнджера. Особенностью этой игры было то, что ее бои происходили в реальном времени, и что вражеских покемонов можно было подчинять, но только на использование одной команды. В 2008 году были разработаны Pokemon Mystery Dungeon, Explorers of Time и Explorers of Darkness. Продолжение Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team Blue. Также было разработано продолжение Pokemon Ranger Shadows of Almia. В 2009 году линейка Pokemon Mystery Dungeon пополнилась с дополненной и обновленной версией Explorers of Time и Explorers of Darkness, а именно Explorers of Sky, а также продолжением Keep Coing, Burning Adventure Squad, Let's Go, Stormy Adventure Squad и Go for It, Light Adventure Squad. В конце 2009 года вышла Pokemon Rumble, в жанре файтинг для WiiWare. Для Wii в 2010 году был издан платформер PokePark Wii Pikachu Big Adventure. В 2010 году было также разработано и издано продолжение Ranger, Pokemon Ranger Guardian Sign. В этом же году эксклюзивно для Японии была разработана и издана Battle & Get, Pokemon Typing DS, в которой нужно было быстро печатать слова на сенсорном экране Nintendo DS. В конце 2011 года была издана игра Pokemon Rumble Blast, сиквелу Pokemon Rumble. В начале 2012 года вышло продолжение Poke Park, Poke Park 2 Wonders Beyond. 17 марта 2012 года появились Pokemon Conquest в жанре тактической ролевой игры, кроссовер серии Pokemon и Nabunaga's Ambitions. 9 сентября 2015 года вышла довольно известная Pokemon Go, многопользовательская онлайн игра с дополненной реальностью, которую разработали Niantic Labs и Nintendo для Android и iOS устройств. На этом, конечно же, безумная история карманных монстров не заканчивается, так как в будущем, разумеется, нас ждет все больше и больше новых покемонов. И надеюсь, куда большего разнообразия в геймплейном плане, так как у серии огромный потенциал. Не зря она выстрелила в самом начале и до сих пор радует своих фанатов. Доработки и улучшения очень нужны игре, в особенности проработанный действительно открытый мир, по-настоящему открытый. И тогда, уверен, продажа покемонов перевалит за еще большее количество. И главное, техники боев, конечно, лучше не трогать. Думаю, это все. И всем большое спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачной ловли покемонов. Всем пока.